Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать из студии Просвещения. Сегодня у нас с вами пойдет разговор на такую злободневную, животрепещущую тему ОГЭ по иностранному, в нашем случае английскому языку. Я думаю, вы все хорошо знаете, что Национальный родительский комитет отправил письмо обращения в Министерство образования с просьбой не делать экзамен по иностранному языку обязательно, ни ОГЭ, ни ЕГЭ. Но вы также в курсе, что министр объявила в 2022 год годом обязательного экзамена по иностранному языку. Что касается ОГЭ, то его судьба вообще не ясна. Планировали сделать ОГЭ обязательно в 2020 году, ну, вряд ли эти планы могут быть реализованы. И, наверное, какие-то более точные данные по формату, по обязательности этого экзамена мы можем получить в январе 2020 года. А пока на сайте ФИПИ вы можете найти проект кодификатора и спецификации КИН, так же, как и проект домоверсии. Планируется внести небольшие изменения в экзамен, о которых я, говоря о подготовке к ОГЭ, обязательно коснусь. Но прежде всего я бы хотела все-таки, несмотря на нашу озабоченность проблемами экзамена, обратить ваше внимание на то, что мы с вами обучаем языку. Мы развиваем у учащихся все необходимые компетенции. И чем лучше мы обучаем, тем лучше они подготовлены к экзамену в любом формате. Именно в этом аспекте мне бы хотелось построить наш разговор, как с помощью УМК «Английский фокусе» достигать поставленных целей и в то же время готовить учащихся к экзамену. Подготовка к экзамену должна быть постепенной, планомерной, то есть с пятого по девятый класс. Очень важно, чтобы восьмой и девятый классы были обучающими, а не этапами натаскивания на экзамен в определенном формате. И формат, как мы сегодня даже увидим в небольшом отрывке, тоже может меняться. И наш разговор коснется чтения и лексики грамматики, проверки лексико-грамматических навыков в экзамене. Продолжение нашего разговора будет в ноябре с Ольгой Евгеньевной Подолякой, так что вы можете послушать о аудировании, письменной и устной речи. Итак, чтение – наиважнейшее речевое умение, которое необходимо всегда и везде. Важнейший вид речевой деятельности. Чтение помогает лучше усваивать и лексику, и грамматику. Кроме того, любые задания на речиотворчество, письменное, устное, на аудирование, любые коммуникативно ориентированные задания на контроль лексико-грамматических навыков, они опираются на умение читать, потому что в основе лежат письменные тексты и инструкции. Итак, обучение чтению – это развитие, умение извлекать информацию для решения конкретной коммуникативной задачи. И умение интерпретировать, пояснять эту информацию, комментировать и трансформировать, конечно. Для того, чтобы мы обучаем чтению, мы должны прежде всего формировать и развивать определенные речевые умения. И в основе этих умений, несомненно, лежит техника чтения. Потому что без автоматизации данного навыка невозможно не формировать и развивать различные умения чтения и овладевать разными видами чтения, конечно. И когда мы говорим о технике чтения, конечно, здесь большую роль играет чтение вслух. Как возможность приема не только самоконтроля, но взаимоконтроля, если работа идет в парах, и учащийся тоже друг друга слушает. И, конечно, особенно контроля со стороны учителя. Профессор Золового отмечала, что идеальным является следующее соотношение чтения вслух и чтения про себя. То есть средний этап, как бы 50 на 50. Это в идеале. Что же у нас происходит в английской фокусе с 5 по 9 класс? Вот здесь мне хотелось бы, конечно, неподробнейшим образом остановиться на методических рекомендациях. Как вы знаете, все тексты записаны на аудионосителе. И задание каждому тексту звучит так. Listen, read and check. Очень часто. Ну, в данном случае вы видели listen, read and find the correct clubster. And check. Почему check? Потому что обычно такое задание, как и здесь на слайде, вы видите, оно задание B, то есть второе задание. Первое задание обычно на развитие умений просмотрового чтения. Умение понять содержание текста, тематику, по крайней мере, текста по заголовку или по первой фразе или по иллюстрации. И уже в дальнейшем listen, read и check, проверка своего прогноза. И так предполагается, что текст читают учащиеся про себя и одновременно его прослушивают. И это очень важно, потому что только при такой работе с текстом у них остаётся целостное восприятие текста. Если мы вдруг начнём с того, что даём задание читать вслух по цепочке, по абзацу, неважно как, учащиеся сосредотачиваются только на своём отрывке, на своём предложении. Очень редко кто из учащихся слушает своих товарищей. И целостного восприятия текста, чтобы понять его суть, его содержание, основную информацию у них, конечно, нет. Кроме того, при одновременном прослушивании и чтении текста графический образ лексических единиц накладывается на их произношение и значение. Одновременное прослушивание и чтение также помогает развивать определённые фонетические навыки. Работа над звуком не изолирована, у нас просто на это нет времени при трёх часах в неделю, когда же нам так подробно заниматься фонетикой. А в комбинации, в слове самом. Знакомство с членением предложения на синтагмы, что, опять же, очень важно при чтении вслух. Паузация. Потому что, если школьник читает, он читает часто невнятно, без пауз, без членения предложения. А также знакомство с интенсионными определёнными моделями. Прослушивая и читая одновременно про себя текст, они также развивают имитационный дар, я бы сказала, что тоже очень полезно, потому что дальше они, пытаясь подражать, читают уже гораздо лучше. Опять же, все это очень важные моменты, которые я сказала, над которыми нам изолировано работать просто нет с вами времени. При таком количестве часов, при такой наполненности групп. А тем не менее, как вы знаете, техника чтения сейчас проверяется в экзаменах. Это часть устной, устного экзамена. Поэтому, конечно, о технике чтения говорить необходимо. К сожалению, многие коллеги не используют методические рекомендации по разным причинам. В основном ссылаются на плохую техническую оснащённость. Поэтому я ещё раз хочу обратить ваше всеобщее внимание, что у вас есть такой ресурс, как сайт издательства просвещения. И на этом сайте вы можете найти и скачать очень много полезного для себя материала. В методическом плане, например. И в плане, как работать с тем или иным видом речевой деятельности. Очень много, как готовиться к ОГЭ, к ЕГЭ и так далее. В том числе аудиоинформацию, чтобы работать именно в том ключе, который заложен в учебнике. На старшем этапе, естественно, продолжается чтение и прослушивание одновременно. То есть всё идёт в том же ключе. Это одно из основных методических рекомендаций, правил, я бы сказала, данного УМК. Listen, read and check. А что же делать с чтением вслух? Естественно, его никак нельзя игнорировать, тем более оно является основной частью экзамена. Поэтому чтение вслух тоже входит как задание. А рассматривая пятый, шестой, седьмой класс, надо отметить, что тексты монологического характера небольшие по объёму. И это позволяет, конечно, в классе читать их вслух. Как вот здесь дано задание Read the text aloud. Но если вы обратите внимание, это задание номер три. ABC. По стоку-поскоку. Первое идёт обычно развитие умения прогнозировать содержание текста, просмотровое чтение. А второе задание как раз на прослушивание и чтение одновременно с тем, чтобы проверить свои прогнозы. А вот после эталонного чтения, правильного чтения, учащиеся могут предпринять свою попытку прочитать с контролем со стороны учителя. Что касается старшего этапа, то, как вы знаете, монологические чтения возрастают в объёме. И если мы будем соблюдать все задания и ещё ведём задание чтения текстов вслух, боюсь, что на это уйдёт две трети урока, что мы не можем позволить. Поэтому чтение вслух всегда – это урок B, где представлены диалоги. И, соответственно, повторное второе задание – это всегда прочитать диалог. Read the dialogue aloud вслух, то есть чаще всего это чтение по ролям. Что, конечно, позволяет учителю контролировать технику чтения. Ну, наверное, какой-то текст на выбор учителя он может предъявить и на чтение монологического текста, я имею в виду, по абзацам с чтения вслух и таким образом тоже проконтролировать автоматизацию этого навыка. Кроме того, надо отметить, что на старшем этапе, начиная уже седьмого класса, идёт работа над интонацией. Акцент делается на смыслоразличительную функцию интонации. Вот в седьмом классе, работая над разделительным вопросом, с грамматической точки зрения, идёт работа и над фонетической стороной данного явления. Поскольку разделительный вопрос, как вы знаете, можно произнести и с нисходящей интонацией, и с восходящей интонацией. С нисходящей интонацией, как бы констатируя, утверждая что-то. Звучит как риторический вопрос. И с восходящей интонацией, которая обозначает интерес говорящего, запрос информации в подтверждение. В восьмом классе также смыслоразличительная функция интонации очень важна, потому что одно и то же предложение можно произнести вежливо или раздражённо, дружелюбно или агрессивно, вежливо или высказывая своё подозрение. В новом варианте восьмого и девятого класса включена вот рубрика Speaking Practice Section, в которой уделяется внимание и в том числе технике чтения. И как вы видите на экране, Study Skills, знакомая всем рубрика, рубрика, которая помогает учиться, как раз и нацеливает учащихся, как им справиться с этим заданием. Во-первых, сначала прочитать текст про себя, определить, какие слова являются трудными и произнести их отдельно, а затем прочитать вслух, обращая внимание на скорость, чёткость, интонацию и ритм. И согласно этим требованиям составлена таблица по взаимному оцениванию своего чтения. И, конечно, в этой секции приведены примеры для тренировки чтения вслух и тренировочные упражнения на другие аспекты устного экзамена. Но это не является темой нашего сегодняшнего разговора. Итак, в кодификаторах прошлых лет, так же, как в проекте кодификатора на 2020 год, отмечается, что учащиеся должны владеть умением распознавать жанры, стилистические особенности текстов. Действительно, в жизни мы сталкиваемся совершенно с разными текстами. Мы должны понимать их, извлекать информацию, препарировать эту информацию и уметь найти существенное ядро в них и понимать, что часто жанр текста, определяя формат текста, определяет его объем. Поэтому, начиная с 5 класса, с 5 по 9, мы знакомим учащихся с текстами совершенно разных жанров, потому что, конечно, они должны понимать, что даже записка на расписание, любое объявление – это тоже текст, который надо уметь читать. И, например, они с 5, 6, 9 класса знакомятся с таким жанром, как жанр сказки. Они во многом знакомятся с художественной литературой, как вы знаете, те, кто работает по данному МК, и с научно-популярной литературой. Но, кроме этого, необходимо сделать акцент на какие-то другие форматы текстов. Это, конечно, и знакомство с поэзией. В 5 классе представлено шутливое стихотворение, в 7 немножко серьезное стихотворение. Вряд ли, конечно, этот жанр будет задействован в экзамене, но знакомство с таким жанром, понимание – это тоже очень важно. И, конечно, как вы видите, формат жанра рекламы. Реклама нас окружает везде. В метро, в транспорте, в квитанциях по ЖКХ и так далее. Поэтому уметь извлекать основную идею, основную информацию из рекламы, уметь находить ответы на важные, поставленные вами вопросы в рекламном тексте – это тоже очень важное умение, поэтому знакомство с такими текстами необходимо. Здесь представлена реклама, которая, конечно, тематически связана с каждым модулем. ИКТ-компетентность, то есть это требование нашего времени. Поэтому, если для учителя это, прежде всего, интерактивная доска, то для наших учащихся это, конечно, интернет. В любом проявлении – на компьютере, нетбуке, планшете и так далее, на телефоне. И, конечно, наши учащиеся уже чуть ли не с начальной школы обращаются к интернету, решая определенные задачи и задания по практически всем предметам. А тем более, когда они готовят, допустим, презентацию. И наша с вами задача – научить их отбирать материал, который находят в интернете, потому что там много чего. Отбирать, выделять главное и второстепенное, отделять это второстепенное, сохранять и помещать, научить их помещать в чат, который представлен здесь. Вы видите форматы текста. Это чат и блог. Помещать их в чат или блог, на веб-сайт, а также они должны научиться создавать свою веб-страничку или блог. А здесь представлен текст в очень интересном формате, в формате интервью с подростком. И чем интересен этот формат? Потому что, читая такого рода текст, учащийся невольно отвечает на поставленные вопросы, опираясь на личный опыт. Это основа как раз для сравнения двух культур, двух стран и нахождения того общего, что, собственно, ведет к взаимопониманию подростков разных стран. А здесь представлен текст, так же, как и весь урок, ярко выраженной социальной направленности. Текст в формате теста. Предтекстовое задание дано в заглавии. Оно адресно. Вопрос адресован каждому учащимся. А твой микрорайон уютный и чистый? Вообще надо отметить, что текст в формате теста это очень эффективный прием воздействия на наших учащихся, который актуализирует их, активирует их позицию, их поиск, их самооценку. Потому что все рекомендации, которые даются в качестве после того, как тест проделан, они всегда адресны, адресованы как бы лично каждому учащемуся. Ну и, конечно, после текста это выход на проект, что тоже очень важно, потому что текст всегда это все-таки для обсуждения, для какого-то действия, деятельности, и которое все это способствует развитию социальной компетенции. разного рода схемы, диаграммы, таблицы это тоже тексты, которых надо научиться понимать, извлекать из них информацию. Кроме того, учащийся должны научиться сами заполнять таблицу, составлять эти схемы, диаграммы, переводить печатный текст в схему или в диаграмму. И вот тогда мы можем сказать, что мы выполнили задачу, которая поставлена в примерных программах, обучить наших учащихся видеть, распознавать логические связи между предметами и явлениями и обозначать эти логические связи знаками. Мы таким образом научим наших учащихся создавать и абстрактный, и реальный образ предмета или явления. То есть выполняем очень важную задачу, развиваем очень важные метапредметные умения, собственно, которые, задачи, которые поставлены перед нами и в ГОС, и примерными программами. И, конечно, объявления и знаки, которые нас окружают повседневно, которые, знакомство с ними тоже позволяет сравнить две культуры, две страны, развивает социокультурную компетенцию. Это то, что мы называем English Outside the Classroom. То есть у нас не только учебные ситуации, но и жизненные ситуации, которые являются необходимыми в любой ситуации за рамками школы. Ну, давайте, к примеру, посмотрим на текст 7 класса, который представлен здесь, когда предтекстовое задание дано тоже в формате текста, викторийной, где повторяются уже изученные слова, предъявляются новые слова, которые помогают снять определенные трудности при чтении текста. Ассоциации, которые возникают, которые построены на фоновых знаниях, а это Пуаро, Мисс Маппл, имена, известные на чем учащихся, дают возможность определить не только тематику, но и содержание текста. научно-популярный текст о известных авторах и их героях. Итак, когда мы говорим о обучении чтения, то прежде всего мы должны выработать определенные умения. Это умение игнорировать неизвестно, если это не мешает поставленной задаче. Умение работать со словарем, умение вычленять ключевые слова, умение опираться на фоновые знания, уже в предыдущем кадре мы это продемонстрировали, умение интерпретировать и трансформировать текст, умение игнорировать неизвестное. Вы хорошо знаете собственно опыта, что как только при чтении текста учащиеся встречают незнакомые слова, они впадают в ступор. А если несколько незнакомых слов? Все. Текст они перестают читать, потому что для них чтение это слово-слово-перевод для себя. Они не опираются на знакомые слова, чтобы понять хотя бы смысл, самую идею текста. И вот это умение мы как раз и должны с вами развивать, чтобы учащиеся учились опираться на контекст, на лексическое окружение неизвестной единицы, чтобы понять общий смысл. И для развития этого умения существует ряд упражнений. Но прежде всего это упражнение, которое пронизывает весь учебник с пятого по девятый. Explain the words in both. или find match the words in both to their meanings. Конечно, если мы берем пятый класс, когда лексический запас у учащихся достаточно ограничен, они попытаются объяснить выделенное слово на родном русском языке. Вот я лично в этом не вижу никакой крамолы. Главное – научить их вчитываться в текст, обращать внимание на те слова, которые они знают. А когда они пытаются понять значение незнакомого слова, обратить внимание на то окружение слов, в котором оно находится. Естественно, учитель может также помочь семантизировать, понять незнакомое слово с помощью синонима. Но только в том случае, если этот синоним знаком учащимся. Ну а далее, уже начиная с седьмого класса, работа с синонимами, антонимами и перефразом идет на регулярной основе. Обычно, когда мы говорим о синонимах и антонимах, мы всегда думаем только о работе с лексикой. Но синонимы, антонимы, перефраз, дефиниции помогают нам снимать определенные трудности. И при чтении. Поэтому вот такого рада задания, которое вы видите, find what's in the text which means, подобрать антонимы к выделенным словам или вот к тем словам, которые, наоборот, даны в упражнении, подобрать синонимы к выделенным словам. Очень типичное задание. То есть расширяет не только слованный запас учащихся, но опять же, учит их концентрироваться на контексте, что очень необходимо, потому что это первая ступень для того, чтобы их научить вчитываться в текст. Вот типичное задание для девятого класса. В чем здесь интерес? Интерес в том, что синонимы в тексте не отмечены. И таким образом мы развиваем умение, развиваем и проверяем в девятом классе умение поискового чтения. Ну, опять же, вот вчитываясь в текст, контекст находят синонимы предложенным словам. Работа с дефинициями. Она также важна. Отмечен. Постепенно переходим к объяснению значения слов, к самостоятельному объяснению значения слов. Не только с помощью словарей, но прежде всего самим. Опять же, это возможно только с опорой на контекст, на лексическое окружение. Ну, и всякие рода matching, конечно, это первая ступень. Подобрать к объяснению, к дефинициям слова, то есть отнести слово и его дефиницию. И дальше путь к самостоятельному объяснению слова. Конечно, умение пользоваться словарями очень важное метапредметное умение, которое мы с вами должны формировать и развивать. Причем, я имею в виду, конечно, не только переводные словари, но, например, словарь дан в конце каждого учебника, но и толковые словари, которые должны, несомненно, быть в библиотеке каждой школы. И уже в пятом классе учащиеся вот их адресуют к использованию словаря, чтобы определить, к какой части речи относятся выделенные слова. Здесь рассматриваются конверсионные пары how is to how is, и, конечно, в пятом классе они еще не знакомы вообще с такой словообразованием, словообразовательной модели, и, естественно, не стоит их пугать таким страшным словом, как конверсия, но обратите внимание на то, что некоторые слова имеют одинаковую форму, но при этом подчиняются разным грамматическим законам, потому что имея одинаковую форму, тем не менее, одно слово существительное, а другое слово глагол. Старий скилз во многом помогает и нацеливает учащихся зачем, почему им использовать словари. Словари – это, так сказать, огромное наше богатство, и здесь они могут почерпнуть очень многое о значении слова, о его грамматических особенностях, в какой части речи относятся. В словаре дано, допустим, простейшее объяснение значения этого слова, и, конечно, в словаре обязательно дан пример, слово проиллюстрировано примером, что тоже очень важно, можно проанализировать. И, как вы видите, уже в пятом классе дано, так сказать, статья словарная, отрывок словарной статьи, то, в каком виде они могут это увидеть в толковом словаре. Естественно, на старшем этапе, в седьмом классе, также Study Skills обращает внимание на то, что необходимо работать со словарем. И многие задания адресуют учащикся к словарю. Здесь как раз объясняется, что, например, при встрече с многозначным словом, при работе с многозначным словом, несомненно, нужен словарь, где поясняются различные значения этого слова и грамматические особенности, даются примеры, которые иллюстрируют различные значения. И, конечно, необходим словарь, когда мы имеем дело с фразовыми глаголами, что является, наверное, самым трудным для русскоговорящих при изучении английского языка. Потому что после лог глагола по-другому его не назовешь, это не является предлогом, а неотъемлемая часть глагола, которая имеет своеобразное значение, которое совсем не складывается из глагола плюс предлог. И вот очень важно, что с одной стороны словарь поясняет значение, а с другой стороны он дает ряд примеров. И только благодаря примерам, благодаря использованию фразового глагола в своих примерах, этот фразовый глагол может запомниться и использоваться. Конечно, вот в восьмом классе, как вы видите, типичное задание выбрать слово, а в восьмом и девятом классе часто даны упражнения на выбор правильного слова. Особенно есть рубрика «The words often confused». И дальше адресуется «Проверить себя по словарю». Насколько ты правильно выбрал слово? Что сюда подходит? Какое словосочетание будет правильным? Таким образом упражнения, которые с синонимами, с антонимами, с дефинициями, так же, как и упражнения, представленные сейчас у вас на экране, способствуют снятию определенных трудностей при чтении текста. Иногда их и предотвратить. В данном случае вы видите пример седьмого класса, это урок English in Use, и в пятом, шестом, седьмом классе в уроке English in Use представлены функциональные диалоги. и сначала идет работа над правильным произношениями выборочных фраз, а затем задание на классификацию этих фраз в зависимости от того, кому из говорящих они принадлежат. В данном случае представлен диалог между покупателем и продавцом, и такого рода упражнения, на диалоге они разной тематики, более простые, более сложные, тем не менее, такого рода как раз упражнения снимают трудности. Во-первых, они дают возможность понять содержание диалогического текста, о чем пойдет речь, и кроме того, уже снимают определенные трудности, идет отработка трудных, интересных выражений. Кроме того, это помогает запомнить определенные и в дальнейшем использовать определенные речевые клише. Очень важное умение, метапредметное умение, которое мы должны с вами формировать, это умение выделять ключевые слова. Ключевые слова, которые помогают понять основное содержание текста, которые несут основной смысл текста, признак предмета, свойства, действия. И вот умение вычленять ключевые слова из текста, как раз то умение, которое мы должны с вами обучать, формировать и развивать. Очень важно, чтобы учащиеся понимали, что ключевое слово совсем не обязательно можно найти в каждом предложении. а ключевые слова из текста, выбранные нами, составляет тот смысловой ряд, который и отражает основное содержание текста, и помогает воспроизводить это содержание текста, понимать и воспроизводить его, что тоже очень важно. И вот уже в пятом классе идет такая работа по нахождению ключевых слов. StudySkills опять же рекомендует, адресует учащихся на работу, направляет на работу с текстом. Им предлагается выбрать ключевые слова, а затем расширить их в тезисы, по которым и построить свое обсуждение текста. Таким образом, даже на этом этапе они также учатся классифицировать, потому что они составляют таблицу, где заголовками граф таблицы являются ключевые слова. А дальше им предлагается выбрать основные интересные факты из текста и распределить их по этим графам. И вот таким образом эти смысловые ряды и позволят или тезисы и позволят учащимся построить свой разговор по тексту. Упражнения на развитие этого умения конечно имеют разный формат. В данном случае как вы видите представлен пример пятого класса. Здесь много примеров из пятого и шестого класса, потому что все-таки начало всегда труднее. С чего начать? На что обращать внимание? Как с этим быть? И упражнения разного формата. Это упражнения выбрать, найти в тексте информацию отвечающую на вопрос где сколько. А потом по этим ключевым словам а это и есть ключевые слова из текста построить сообщение, описание здания, о котором говорится в тексте. Или заполнение фэкт-файла, что происходит на разных этапах и на начальном и на старшем, а это есть не что иное, как тоже выбор ключевых слов. в 8 классе дополнить предложение по прочтению текста. Это тоже работа с ключевыми словами, потому что они создают те тезисы, опираясь на которые в данном случае эти предложения учащиеся строят свое обсуждение текста. Говоря о ключевых словах, я бы еще что хотела сказать, я упомянула, что это очень важное метапредметное умение, это также очень важное познавательное универсальное учебное действие. Метапредметное, как вы понимаете, это значит над нашим английским языком, потому что используется не только, это умение важно не только при обучении чтению, что помогает понять основное содержание, то есть в ознакомительном чтении, в поисковом чтении и так далее. Но это умение, которое нам, например, необходимо при работе с интернетом. Ведь если нам нужна информация, что мы закладываем с вами в поисковую строку? Ключевое слово. И если правильно подобраны ключевые слова, то мы и получаем нужную информацию. Так что вот это умение над которым нам надо с вами работать, и оно как раз и готовит ко многим видам чтения. Все умения, о которых я говорила, они помогают нам осваивать разные виды чтения. Это просмотровое, ознакомительное, и поисковое, и изучающее. Итак, ознакомительное чтение установка на понимание основного, основной сути текста, его содержание, основной мысли. И понимание предполагает, ознакомительное чтение предполагает 70% понимания текста, при этом не делается упора на грамматическую структуру, ее не анализируют, но здесь очень как раз важно умение игнорировать неизвестное и умение выделять ключевые слова. Умение игнорировать неизвестное, потому что мы как раз учим этому учащихся, и они либо расшифровывают незнакомое слово, опираясь на контекст, на лексическое окружнение, либо они опираются на ключевые слова и основные фрагменты текста игнорируют. А ключевые слова, они как раз и несут себе основной смысл текста. Именно умение ознакомительного чтения дается учащимся очень сложно. Они привыкли читать и начинать его переводить текст. А прочитать, опираясь на все, что они умеют, понимают, вычленяя самое главное, для них это очень сложно. Поэтому над этим умением нам предстоит очень много работать с вами. И для начала надо, когда мы даем такое задание, надо ставить очень жесткие рамки временные. То время, за которое они должны выполнить то или иное задание. Итак, умение, особенно старший этап нас интересует, умение выделять основную мысль. Вот вы видите в первом задании, где find the main idea and think of appropriate headings, работа идет в парах, и мы проверяем способность учащихся, насколько учащиеся могут быстро и эффективно понять основную идею текста и подобрать соответствующий в данном случае абзац, не целиком текст, а каждого абзаца и подобрать соответствующий придумать заголовок. следующее задание, которое тоже направлено на проверку, на развитие умения выделять основную мысль. Who is the letter for? What advice does client give? А также умение комментировать полученную информацию, оценивать полученную информацию. What are the possible results of which piece of advice? Третье задание, которое тоже на умение выделять основную мысль, оно, можно сказать, относится к смысловому чтению, поскольку проверяется умение учащихся отделять позицию автора, например, от позиции героя, выделить мнение автора в данном и в каком абзаце мы можем сказать отмечено именно мнение автора, а, допустим, недействующего лица. И, конечно, хорошо известный нам всем формат, когда либо представлено несколько небольших текстов, либо текст разбит на абзацы и в произвольном порядке дано несколько заголовков, при этом один обязательно лишний и необходимо подобрать заголовок к каждому абзацу или каждому тексту. Это формат был первого задания на чтение в ОГЭ. По новому, по проекту, по крайней мере, нового кодификатора и спецификации именно это задание меняется. И участникам ОГЭ предлагается информационный поиск в шести письменных текстах небольшого объема найти ответ на семь вопросов. Один из вопросов лишний. Вот приблизительно такой формат этого экзаменационного задания. И помимо того, что в восьмом-девятом классе идет активная работа по развитию умений и контролю умений ознакомительного чтения, когда требуется выделить основную мысль из абзаца или небольшого объема текста и подобрать к нему заголовок, эта работа продолжается. Достаточно количество упражнений, которые как раз представлено несколько вопросов и ответы на них учащиеся должны найти в предъявленных текстах. Обычно это где-то четыре небольших текста, но понятно, что формат учебника не может пять-шесть выделить в данном случае. Всегда это четыре, редко пять небольших текстов. И при этом, конечно, очень важно, что вопросы поданы достаточно в произвольном порядке, потому что не подразумевается, что, допустим, первые два вопроса это текст A, вторые, следующие два вопроса текст B и так далее. именно от того, что они в произвольном порядке, учащиеся должны найти ответы в предложенных текстах, сканировать их, просматривать их, пока они не найдут нужный ответ. Здесь, когда мы говорим о таком ознакомительном поисковом чтении, все-таки я склоняюсь к тому, что вот этот формат, который введен или вводится на 20-й год, планируется на 20-й год, во-первых, на мой взгляд, он гораздо сложнее, чем подбор заголовка, конечно, во-вторых, он больше проявляет все-таки поисковое чтение, ознакомительно поисковое, назовем его так. и здесь, конечно, когда мы работаем с этим и готовим учащихся к этому формату, нет контроля над техникой чтения, но мы прекрасно понимаем, если этот навык не автоматизирован, учащийся не справится только потому, что он не вложится в временные рамки, он не успеет прочитать текст, а здесь надо еще прочитать вопросы, вникнуть в них и дальше искать ответы. Ну и такого вида заданий, когда необходимо определить, кто из действующих лиц является героем интервью. В девятом классе такого формата упражнения присутствует на постоянной основе и, как вы видите, опять же представлено, если вы помните, если кто работает в девятом классе в первом модуле четыре текста, посвященные различным фестивалям, в том числе и масленице, и десять вопросов, которые, естественно, перемешаны не в том порядке, по какому подается информация в этих текстах, которые требуют вот нахождения, поиск ответа в этих текстах. Второе задание, здесь оно будет виднее, такое типичное очень для девятого класса, в принципе, в том же формате, отличается только тем, что здесь у нас представлено три текста, общая их тема фантастические существа, это снежный человек, это лохнесское чудище, морское чудище, и вопросы, которые поставлены, на них найти ответ, касаются как раз действующих лиц этих текстов. Поисковое чтение, и здесь мы видим формат второго задания ОГЭ, это утверждение, так сказать, учащиеся предполагается, что они должны ответить на вопрос или утверждение, правдиво ли оно, ложно ли, или информация об этом утверждении отсутствует в тексте. И опять стари-скейлз, так как это является уже экзаменационным форматом, нацеливает на то, что сначала просмотреть надо текст для того, чтобы определить общую идею, а затем очень внимательно прочитать утверждения или вопросы и, соответственно, искать подтверждение этим фактом или опровержение в самом тексте, обращая внимание на то, что информация в тексте может совершенно лексически по-другому быть оформена. Ну, типичное задание, которым уделяется большое внимание, естественно, в 8-9 классе оно встречается на регулярной основе, еще и потому, что это формат экзамена, но, как мы понимаем, к любому формату надо готовить постепенно, планомерно. Тогда он будет достаточно легким. И уже, начиная с 5-го класса, этому формату уделяется достаточное внимание. Уже в 5-м классе учащиеся на регулярной основе делают упражнения, где определяют ложное или правдивое утверждение. А начиная уже с 4-го модуля, в 5-м классе, присоединяется doesn't say. То есть, усложняется этот формат, где они определяют, отсутствует информация или не отсутствует информация. Что, конечно, тоже интересно и нужно. И таким образом, с 5-го, 6-го, 7-го, 8-й, 9-й, я не думаю, что этот вид задания будет вызывать такую большую сложность. Значит, что отмечено в проекте кодификатором 20-й год со знаком плюс. я бы сказала, это то, что тексты, в которых предложено задание на множественный выбор правдивость, ложность утверждения или отсутствие факта, будут меньше. Но, посмотрев домоверсию, проект домоверсии, я не нашла на то, что тексты настолько уж уменьшились. Ну, может быть, на несколько строчек, на 2-3. Конечно, очень важно, чтобы мы работали над, развивая умения поискового чтения, над упражнениями разных форматов. И это не только вот то, что четко заложено в формат экзамена. И начиная, конечно, с 5-6 класса, это разнообразные упражнения. Это прочитай и найди. Ну, три названия игры, два типа костюмов. Это прочитай, ответь на вопросы, прочитай и дополни предложения. И это прочитай и исправь ошибки. Мне вообще очень нравится упражнение на исправление ошибок, потому что оно развивает концентрацию внимания. Оно в данном случае, когда мы говорим о логических ошибках, то оно развивает внимание, концентрацию внимания на тексте, вдумчиво прочитать текст, вчитываться в него нахождение. Поэтому всё это направлено на развитие умения поискового чтения. Ну, здесь мы видим начальный этап, 5-6-7 класс, ну, а на старшем этапе, конечно, это уже ближе более сложного формата и формата, конечно, экзамена. Ну, мы говорим о множественном выборе, true, false, not stated или doesn't say это тоже множественный выбор. Но множественный выбор, когда даны ответы на поставленные вопросы или на когда часть предложения утверждения не закончена, я считаю, что это наиболее сложное упражнение. Во-первых, чисто психологически. Всегда кажется, что подходят как минимум два варианта. Иногда окажутся и все четыре. Во-вторых, здесь дополнительная трудность. Помимо прочтения и понимания текста самого, учащиеся должны хорошо понять предложения, вопросы, которые даны им задания и ответы вчитаться в этом. Это дополнительная сложность. Но в восьмом, девятом классах, я бы сказала, достаточное количество как раз упражнений на множественный выбор, что подготавливает их к любому формату. Как мы понимаем, формат экзамена может меняться, а мы обучаем английскому языку. Изучающие чтения с полным пониманием прочитанного, когда учащиеся понимают и главные, и второстепенные факты, понимают логику текста, логические связи между частями текста, структуру таким образом текста. При изучающем чтении они должны понимать и структуру каждого абзаца, каждого предложения. Здесь, конечно, умение работать со словарем, выделять ключевые слова, умение игнорировать неизвестно, понимать слово из контекста. Дело в том, что при изучающем чтении, даже если дать возможность поиска в словаре, времени не хватит на то, чтобы смотреть много слов в словаре. у каждого ученика разное количество незнакомых для него слов может быть в тексте. Таким образом, смотреть в словаре можно только ключевые слова, которые он выделяет, и какие-то из них ему незнакомы. А остальные слова либо игнорировать их, либо из контекста пытаться понять. Кроме того, изучающее чтение предполагает его и трансформацию, интерпретацию, комментарии, оценивание и так далее. Но в определенном смысле, конечно, существует ряд упражнений, которые готовят к изучающему чтению. В письмном задании на чтение проверяется, как мы видели, ознакомительное поисковое, ознакомительное поисковое чтение. Изучающее чтение является ли оно частью экзамена? Я считаю, что да, потому что как раз упражнение на проверку лексико-грамматических навыков, оно построено тем не менее на изучающем чтении, потому что там, мы с вами сейчас подойдем к этому и рассмотрим, учащиеся должны понимать, что грамматическую вообще структуру текста, грамматическую структуру текста и грамматическую структуру каждого предложения в тексте. И понимая это, особенно при словообразовании, они должны понимать логические связи, смысл всего этого, потому что иначе трудно понять, какое слово им все-таки туда вставить, что им нужно. Существует, как я сказала, ряд упражнений на развитие умений изучающего чтения, но это прежде всего умение выстраивать логическую цепочку, последовательную логическую цепочку действий. Вот как здесь представлено в 8-9 классе, предлагается прочитать текст и затем тезисно рассказать содержание, выстроив эти тезисы в логическую цепочку тех действий, которые реально происходили в тексте. И второе задание такого же плана, то есть восстановить картину и логически определить в той последовательности, в которой в реальном действии, в реальном тексте они существуют. Более трудное задание, так сказать, развитие умений изучающего чтения и проверка этих умений это восстановление текста. Когда из текста вынимаются предложения или части предложения, к ним добавляется лишнее предложение или часть и учащимся предлагается восстановить текст, дополнив соответственно этими частями или целиком предложениями. Конечно, это изучающие чтения. Учащиеся должны понимать и логику текста, и логические связи между частями текста, и грамматическую структуру, без чего очень трудно текст восстановить. И, наверное, более сложное задание на восстановление текста, когда не даны никакие варианты. Здесь предполагается восстановление текста за счет вставки правильного слова. и, конечно, понимать грамматическую структуру, так же, как и логику, смысл карты предложения необходимы, потому что прежде всего необходимо определить, какой части речи не хватает. Затем, исходя из логики абзаца и всего текста, какое слово под смысл подходит из той части речи, которую они определили. очень сложное задание, но в то же время оно как раз и проверяет умение изучающего чтения, умение восстановить полностью текст и насколько они владеют грамматической структурой, пониманием этих грамматических структур и пониманием логических связей в тексте. Надо сказать, что работа над различными умениями чтения проходит в системе. Следует также отметить, что далеко не все тексты для изучающего чтения и пересказа. Вообще, так сказать, о пересказе в том виде, в котором он присутствовал раньше, лучше забыть. И как вы видите на экране, здесь идут задания на работу над различными умениями просмотрового чтения, по заголовку и иллюстрациям определить, о чем пойдет разговор в тексте. То есть направлено на развитие умения прогнозировать содержание текста. И знакомое нам уже задание на развитие умения знакомительного чтения подобрать заголовок каждому абзацу. это и работа над разным видом чтениями. Например, здесь просмотровое чтение, определить, кто является героем того или другого интервью, и поисковое чтение, где, опять же, представлены вопросы и на них ответ. Несколько слов о смысловом чтении, которое не выделяется в отдельный вид. Оно предполагает все виды чтения, над которыми мы работаем, но также интерпретацию прочитанного. Ну, вы все слышали, все знаете, я не раз на это ссылалась, говорила, это тестирование ПИЗа, которое проводится раз в три года, и по чтению мы занимаем далеко не первые места, а там 30. С небольшим, хотя и улучшили наши результаты, только потому, что как раз смысловое чтение для наших учащихся в родном языке является очень слабым звеном. Поэтому, конечно, стоит обращать внимание на такого рода задания, а на старшем этапе 8-9 класс они как бы выделяются даже в отдельную рубрику из-за заглавия СИНК, про комментировать, про интерпретировать текст, что же такое самоуважение, например, или определить позицию автора, почему он считает, что Мария Кюри была успешной. Мы поговорили с вами о чтении, мне кажется, я наглядно продемонстрировала, насколько, если правильно работать и следовать методическим рекомендациям, английский фокус помогает развить все необходимые умения для чтения и овладеть всеми видами чтения. Теперь, так как все-таки у нас во главу угла ставится экзамен, что же выходит на экзамен за 5 лет? Конечно, задача стоит и в примерных программах и в стандартах это распознавать, использовать самые простые основные словообразовательные модели. И кодификатор, проект кодификатор 2020 года, так же, как и предыдущий, в этом он не отличается, указывает на лексическую сторону речи и перечисляет аффиксы, суффиксы, префиксы, которые должен учащикся освоить к 9 классу и, соответственно, спокойно образовывать производные от той или иной части речи. Естественно, работа постепенная должна быть, потому что достаточно сложно освоить словообразовательные модели. И, на мой взгляд, задание как раз по дериватам одной из самых трудных экзамены. Вот постепенное знакомство с этими моделями начинается в пятом классе. Они знакомятся со суффиксом деятеля и оа, с суффиксами, которые образовывают прилагательные со значением национальности от названия страны. И также такие прилагательные, как с окончанием на инговую форму и, например, иди, потому что год тоже. И хотя это являются на самом деле причастием передшедшими в разряд прилагательных, мы можем рассматривать их тоже здесь как суффикс образующие прилагательные. Кроме того, как я уже говорила, мы рассматриваем конверсию, пока не называя это словообразовательной моделью, но, тем не менее, рассматриваем различные слова и отмечаем, что от существительного очень часто образовывается глагол, который имеет ту же форму, но, соответственно, другие грамматические законы. В шестом классе прежде всего идёт повторение тех суффиксов, аффиксов, которые появились в пятом классе. И, естественно, идёт расширение. И прежде всего, конечно, делается акцент на прилагательное и различные суффиксы, которые образовывают прилагательное от глаголов и существительных. Ну, почему прилагательное, наверное, это понятно, это такая очень важная для нас часть речи. Во-первых, прилагательное задействовано в двух взаимосвязанных мыслительных процессах. Это описание и оценка. И вот если вы проанализируете нашу деятельность речевую, мы всегда что-нибудь описываем или оцениваем. И в родном языке нам вполне хватает этого арсенала, и даже нашим учащимся хватает лексического запаса. А вот на иностранном языке, прилагательных и не хватает. И вот здесь представлена таблица, где перечислены прилагательные, выражающие свое мнение, отношения как со знаком плюс, так и со знаком минус. Это как бы новое, которое предъявляется учащимся, помимо того, что в разных модулях идет повторение предыдущего материала, то, что они изучили в пятом классе, как я уже сказала. Уделяется внимание, они знакомятся также с такой моделью словообразования, как словосложение, и выделяют самые простейшие слова, как футбол, бейсбол, баскетбол. В седьмом классе уже идет системная работа над словообразованием. В каждом модуле есть рубрика WordFormation, и здесь идет как повторение, так и расширение всяких различных суффиксов, префиксов. Ну, в первом модуле идет повторение, это образование наречий, суффикс, который всегда образует от прилагательного наречий. Дальше идут новые суффиксы, которые, опять же, помогают нам образовать прилагательные от глаголов. Идет повторение, например, суффикс full им известен, o use известен, и full повторяется, еще и повторяется в оппозиции слэс в другом модуле. Также повторяются, потому что, конечно, это очень трудно усвоить сразу, это негативные префиксы различные, и тут же даются новые суффиксы, которые, опять же, образовывают прилагательные. Прилагательная зависимая часть речи, которая всегда присуществительна, но в то же время именно прилагательные обогащают нашу речь. Они выстраивают различные цепочки словосочетаний. так как словосочетания, так как прилагательных при одном существительном может быть несколько, то очень важно, что уже в третьем модуле дается схема порядка следования прилагательных, насколько в отношении существительных, какое прилагательное должно как выстраиваться. В девятом модуле возвращаются к этому и просят, используя эту таблицу, описать определенные предметы, и тут же дается рекомендация не использовать при одном существительном больше трех прилагательных. Кроме того, в седьмом классе также обращается внимание на словообразовательную модель, которую мы называем конверсия. И вот целое упражнение построено на том, задание, какие из данных слов могут образовывать отсуществительного глагола. Но само понятие конверсии, особенно в новом переиздании, которое должно выйти, будет, конечно, упоминается, до этого не упоминалось это слово, но мы считаем, что надо его упоминать, это, конечно, в восьмом, девятом классах. Ну и в восьмом классе это систематизация идёт всех аффиксов, потому что здесь идёт чёткое повторение, конечно, с расширением, большое внимание уделяется словосложением, и расширение, я бы сказала, в восьмом, девятом классе незначительно, то есть они, естественно, учат какие-то дополнительные аффиксы, и что надо отметить, что в восьмом, девятом классе после введения, будь то табличка бокс, так сказать, с повторением, с какими-то аффиксами на повторение, или будь то новые суффиксы, префиксы, сразу следует упражнение на как раз образование дериватов, образование производных. Упражнение в формате набора предложений, где требуется восполнить предложение изменяя исходное слово. Ну, а в девятом классе уже больше выдернуем формат экзамена, конечно, и уже встречаются тексты в девятом классе, которые целиком в формате экзамена ОГЭ, где в тексте, что опять-таки представляет определенную трудность, потому что требует понимание структуры текста, как я уже говорила, не буду повторяться, и надо его восполнить, поставив исходное слово в правильную грамматическую форму, выбрав или правильное грамматическое время. Итак, несколько слов о как раз грамматике, грамматической стороне речи. Вот очень важной особенностью у МК английский фокус является то, что обучение грамматике идет в контексте. Любое грамматическое явление предъявляется не только с помощью наглядных схем, таблиц, но в реальной жизненной ситуации, что очень важно. Кроме того, грамматическое явление, грамматическая структура актуализируется тут же в разных видах речевой деятельности, в том числе и говорении. Таким образом реализуются принципы коммуникативной грамматики. Грамматика подается постепенно, поступательно, с небольшим расширением объема употребления данной грамматической структуры или явления, значения данной грамматической структуры или явления, с множеством повторений в разнообразных контекстах. Для примера посмотрим на пятый класс. Вообще в пятом классе идет систематизация правил. Многие правила знакомы из начальной школы, но вот приводят все в систему. При этом идет сравнение обязательно с родным языком. Вот в этом уроке предъявляется present simple. Основное достаточно сложное время, которое требует осмысления и повторения многократного. Начинается урок естественно с предъявления лексики, часть которых является новая, в основном изученная, и семантизация идет с помощью иллюстрации. Дальше учащиеся работают с текстом, где в естественном контексте появляется present simple. Правила об образовании этого времени и использовании этого времени формулируется самими учащимся, что очень важно. Задание их на это направляет. Это и есть активный поиск знаний самими учащимся. Ну а в дальнейшем логическом логике диалога вводятся вопросительные и отрицательные формы present simple. В следующем модуле вводится present continuous, а в седьмом модуле естественно эти времена сравниваются и противопоставляются что способствует их лучшему усвоению. Грамматические упражнения развиваются, конечно, лингвистическую компетенцию. Они представлены разнообразных форматов. В данном случае это шестой, пятый, шестой класс. И здесь и раскрытие скобок, и составление утверждений, и вопросов из предложенных слов, которые разбросаны в произвольном порядке. И классификация слов по определенному признаку, здесь, например, исчисляемые, неисчисляемые, разнообразные упражнения. и, конечно, это восполнение текста в девятом классе, в восьмом, девятом, в самом девятом классе. Это идет именно в формате экзамена, о котором мы с вами говорим. И, естественно, такая последовательная подготовка, тщательная работа над грамматикой, она приводит к хорошим, я бы сказала, результатам. Ну, рефлексия как бы это основа нашего модульного построения, то есть в конце каждого модуля есть рубрика Now I Can, где учащиеся как раз осмысливают свою деятельность, что они научились делать, что они могут делать, какие грамматические модели они могут применять. Кроме того, надо отметить, что грамматические справки в конце каждого учебника, который дан на русском, позволяет учащимся самим обращаться к нему, прочитать о том грамматическом или ином грамматическом явлении значение, проанализировать данные примеры. И, естественно, это еще и рабочая тетрадь, буквально несколько слов я скажу. В восьмом-девятом классе существует рубрика «Грамма-чек», где две страницы посвящены каждому модулю и полны упражнений как раз на грамматику. И часть из них как раз в формате экзамена, но только они тренируют определенное грамматическое явление. Нельзя не сказать о рабочей тетради буквально несколько слов, поскольку это неотъемлемый компонент. Его нельзя трудно и невозможно, я считаю, отделить от учебника. Без рабочей тетради нет полноценного обучения. И сейчас мы говорим о грамматике. Значит, помимо того, что грамматические упражнения встречаются на разных страницах, которые соотносятся с каждым уроком модуля, существует в конце каждого модуля так называемая «Грамма-практис», где на двух страницах представлены грамматические упражнения разного формата, которые отрабатывают грамматику того или иного модуля, включая «Транслейт-эскона», который очень важный элемент, я бы сказала, не просто упражнения, потому что именно «Транслейт-эскона» позволяет развивать компенсаторные умения, которых мы забываем, чтобы это не было word-for-word translation, чтобы учащиеся пытались воспроизвести смысл высказывания на русском языке на английский язык тем арсеналом, которым они владеют, передавая основную мысль, используя те речевые клише, которыми они уже овладели. Ну и, естественно, упражнения здесь показаны за недостатком времени, я как бы не буду их особенно комментировать, разного формата, в зависимости от этапа обучения, соответственно, от уровня учащихся в изучении английского языка. Вот здесь хотелось бы два слова опять сказать. В обучении грамматики тоже встречается любимое мною упражнение на исправление ошибок, которое, опять же, развивает внимание учащихся, заставляет их анализировать то или иное грамматическое явление, задумываться о нем. Это также развивает умение самоконтроля и самооценки. Поэтому вот это упражнение, которое встречается в разных модулях разблазанных, не стоит их игнорировать, они очень интересны и очень полезны. Ну и, конечно, я не могу напоследок сказать, я хочу оставить время на ваши вопросы, о том компоненте УМК, который непосредственно готовит к формату экзамена. Это тренировочное упражнение в формате ГИО, тогда еще было ГИО, буквально, как только вышли они, стало ОГЭ, где учителям представлены задания как раз на тренировку умений, на развитие умений чтения, письменной речи и лексико-грамматических навыков и тренировку в формате, который заложен в экзамене. На что бы хотелось обратить внимание? Вот название, что это тренировочные упражнения, поэтому мы очень настаиваем не использовать их как контрольные или проверочные задания. Кроме того, пока ОГЭ не стал обязательным, слава Богу, то это хорошее упражнение для дифференцированного подхода к учащимся. То есть кто-то выбирает экзамен, будет его сдавать, кто-то на более продвинутом уровне, поэтому можно давать более сложные задания из этого сборника. Конечно, все, двигается. И здесь, конечно, представлены, как вы видите, задания на разного вида проверка разного умения, разного вида чтения. изнакомительный, поисковый, изучающий. Изнакомительный формат нам известен, поисковый тоже формат нам известен. Изучающий восполнить текст. Здесь, кстати, представлен пятый класс. Понятно, что в пятом-шестом классе не могут все упражнения быть в формате экзамена. Поэтому вот такого рода, как подобрать, восполнить текст, подбирая правильное слово из данных, где одно слово лишнее, в пятом классе вполне уместно и достаточно сложно. Это также разного упражнения на матчинг, которые, ну, это первая ступень в освоении технологии критического мышления. И именно вот в пятом-шестом классе такого рода упражнений достаточно много. Уже от матчин мы можем перейти к более сложным. Еще следующее. И, конечно, множественный выбор. Это не только на false true, но множественный выбор, когда даны ответы, нам предлагается выбрать. Здесь, опять-таки, представлен пятый класс, поэтому более простые задания. Естественно, множественный выбор в восьмом-девятом классе. Тот, кто уже имел возможность познакомиться с этими пособиями, знает, что достаточно сложно. И, в принципе, как тренировочный материал, это хорошо работает. Следующее. И, конечно, множество упражнений на словообразование и грамматические формы. Их достаточно большое количество в этом, и поэтому думаю, что вам будет очень интересно брать это для тренировки. Даже до того момента, когда ОГЭ станет обязательным. Подводя итог нашему разговору, я бы хотела отметить, что надеюсь... Так, убираем. Да, это я хотела внести интригу в наш разговор в конце, на это нет времени, но хотя попробую. Но, подводя итог тому, о чём мы с вами проговорили, вот этой части письменной, которой учащийся отвечает ЕГЭ, это чтение, это лексика грамматика, лексика грамматической науки, которая проверяется, думаю, достаточно подробно показала, как работа, используя все методические рекомендации, которые мы вам даём, с текстами, с теми заданиями, которые к текстам, с теми заданиями, которые направлены на работу с лексикой грамматикой, я думаю, что ваши учащиеся, если последовательно работать, будут более-менее подготовлены к экзамену. А интригу, которую я хотела вести и в двух словах сказать, то... Следующий кадр, на нём закончим. В настоящее время, когда мы говорим о выпускнике 21 века, то предполагается, что выпускник должен владеть следующими компетенциями. 4К – коммуникация, креативность, критическое мышление, командная работа. Именно эти компетенции позволяют нашим выпускникам быть, легко, так сказать, меняться в быстро меняющемся мире, быть конкурентно способными находить своё место в этом мире. Но если коммуникация, коммуникативность, критическое мышление, командная работа, всё понятно, креативность. Вот здесь я хотела, интрига заключается в том, что Рособорнадзор уже сформировал группу для разработки креативных заданий по всем предметам, которые будут включены в единый государственный экзамен. Также сформирована группа, которая должна разработать форму оценивания этих критических, креативных заданий. На креативность натаскать невозможно. Креативность надо развивать. Это, конечно, проблема для нас с вами не завтрашнего дня, это, конечно, не 22-й год, но о том, что креативные задания будут в достаточно скором времени включены в экзамен, который, если станет обязательным, то понятно и будут креативные задания, то это то, что нас в будущем ждет. Это лишний раз я заканчиваю на том, что я начала. Мы обучаем языку, мы развиваем необходимые компетенции. Спасибо, надеюсь, наш разговор был полезным. Есть какие-то вопросы, попробую насчет software, если вы имеете в виду, как в начальной школе, нет, это не планируется, вы сами понимаете, это связано с затратами и с техническими всякими вещами. Что касается электронного учебника, он, конечно, будет меняться и уже в проекте электронный вариант продумывается, надеюсь, это будет в скором времени. Электронный вариант рабочей тетради, вот это было бы вообще решение очень многих вопросов, потому что стоит проблема, кто будет покупать рабочую тетрадь, а мы уже говорили, что без рабочей тетради нет полноценного обучения. Так, почему не сделать книгу для учителя реально полезной? Ну, вот сейчас будет книга для учителя тоже пересдаваться, вы понимаете, ну, мы надеемся, что она реально полезна, там очень много чего полезного в книге для учителя, но всё потихонечку меняется, где-то что-то выходит на первый план, и книга ещё ни разу не пересдавалась, не переделывалась, хотя у нас уже вышли обновлённые варианты учебников, и сейчас, если будет, так сказать, книга переделываться, то, наверное, обратим на это внимание, что на что обратить, то есть будут какие-то наши рекомендации, на что учителю обратить внимание, при том или при сём. Я поняла, да, то есть в книге для учителя обратить внимание на слово образование, да, я уже для себя это отметила очень хорошо. Так, ещё какие-нибудь вопросы? Сама. А, сама. Ага. Почему заблокировали на сайте просвещение? Я ответить не могу, это вам надо связаться, написать туда или позвонить в просвещение, почему они заблокировали дополнительные упражнения. Тут я не могу вам дать ответа. аудиозаписи к рабочей тетради, ну, 11 класс, это вообще не ко мне, извините. Я отвечаю за 5-й, 9-й, как раз говорила о том, что если появится электронная версия, то там будут, конечно, и аудиозаписи. Вот мне немножко непонятно, почему не все грамматические явления модуля описаны в справочнике. Ну, 8-й, 9-й класс, насчёт 10-й, 11-й, опять же, я воздержусь, есть другие авторы, а 8-й, 9-й класс, там достаточно все грамматические явления описаны, ещё, так сказать, много повторений. Сколько ещё осталось? Чего? Планируете ли пересмотреть упражнения в сборниках? Конечно, конечно. Нереально огромные тексты для 6-х классов. Ну, посмотрим, но вы понимаете, если ориентироваться всё же, значит, тренировочные упражнения, они не являются обязательными, они, так сказать, дифференцированный подход ваш отражают. Что-то вы выбираете, что-то нет, но если вы посмотрите любую домоверсию прошлых лет и вот то, что проект я посмотрела, извините, тексты там очень немаленькие, посему надо такой формат к нему привыкать. Так, просьба, конечно, вопрос немножко формулирует покороче, потому что прочитать вот так всё или получится один. углублённое изучение учебник есть, старлайт, поэтому нас как бы это не очень касается, мы ориентируемся на общеобразовательную школу, а углублённое это старлайт, смотрите его, это как раз то, что отражает. Ну, я рада, что я всё-таки смогла ответить на некоторые вопросы, надеюсь, тот, кому ответила, удовлетворён моим ответом. Да, вот, подавляя итог вашим вопросам, хочу сказать, книга для учителя будет перерабатываться и, конечно, будет пересматриваться. Тренировочные задания да, тоже, ну, я не могу сказать, что в скором времени, но тем не менее, время идёт, и уже там немножко другой формат, что-то тоже будет добавляться, что-то переделываться и так далее. В принципе, если мы рассматриваем тренировочные упражнения 5, 6, 7 класс, где, собственно, в 6-м только попытки приблизить к формату экзаменационному, в 7-м уже можно об этом говорить. Я не думаю, что они слишком сложны. Пожалуй, самое сложное это 8-й класс. Но почему он даже сложнее, пособие, этот сборник, чем 9-й класс, а вызван это тем, что как раз знакомство с очередным проектом домоверсии, которое достаточно сложно, и под её влиянием мы сделали достаточно сложный сборник, но зато он готовит к экзаменам, тяжело учение, легко в бою. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, наш разговор был полезен. Всего доброго. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok